Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. С 14 лет Рене стал изучать медицину, а когда ему исполнилось 19, отправился в Париж, где продолжил обучение под руководством таких светил, как Мари Франсуа Ксавье Биш, Гиом Дюпюитрин и Жан-Николь Корвизар де Море, личный врач Наполеона Бонапарта. В диссертации «Учение Гиппократа и практическая медицина», которую Лайонник защитил в 1804 году, он развил мысль о том, что одна из важнейших частей искусства врачевания – это диагностика, то есть исследование пациента с помощью объективных методов. К ним относилась, например, перкуссия, постукивание пальцами или ладонью по груди пациента, которую активно развивал Корвизар, и непосредственная аускультация, от латинского аскалтер, внимательно слушать, прикладывание уха к груди больного, введенное в практику еще Гиппократом. Однако Лайонник не был сторонником последнего метода, во-первых, ему было тяжело нагибаться, во-вторых, смущала такая необходимость при обследовании молодых женщин, а в-третьих, существовали и гигиенические соображения, у многих пациентов в то время были вши. В 1816 году к доктору Лайоннику обратилась одна юная особа с признаками сердечного заболевания. Ее телосложение затрудняло перкуссию и пальпацию, а возраст и пол не позволяли прибегнуть к вышеописанному методу. Тогда Рене вспомнил, что, если приложить ухо к концу деревянной палки, можно весьма отчетливо услышать звук удара булавкой, а другой ее конец. Взяв тетрадь, он туго свернул ее и, приложив один конец к прицердию больной, а другой к собственному уху, с удивлением и радостью услышал биение сердца гораздо громче и отчетливее, чем удавалось ранее. Лайонник назвал такой способ опосредованной аускультацией и предположил, что он может быть полезен не только при изучении биения сердца, но и при выслушивании шумов в грудной клетке. Вскоре Лайонник отказался от бумажной трубки, заменив ее прибором из двух деревянных частей, который он назвал стетоскопом. В 1819 году, после трех лет экспериментов в госпитале Неккер, доктор опубликовал свой ставший классическим труд об опосредованной аускультации, или трактат о распознавании заболеваний легких и сердца, основанный главным образом на этом новом способе исследования. В нем автор описывал «легко уловимые признаки», с помощью которых диагностика почти всех заболеваний легких, плевра и сердца становилась более надежной и обстоятельной, чем полученная путем хирургической диагностики зондом или пальцем. До открытия рентгеновских лучей опосредованная аускультация была основным методом диагностики болезней сердца и легких. Впрочем, актуальна она и сейчас, а стетоскоп, точнее, несколько усовершенствованная его разновидность – фонендоскоп, стал классическим символом профессии врача. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.